добрый день дорогие друзья добрый вечер с вами running heroes russia как мы обещали сегодня в 19.00 мы вышли в эфир посвященные наши гонки crazy all 50 долгожданный 2021 под названием марина цветаева зрители собираются сразу хочу сказать что данная трансляция будет выложена у нас на нашем канале плюс данная трансляция будет также приложена ссылка в информационном письме вот который который мы будем отправлять завтра всем участникам вечером более подробной информацией наши традиционные онлайн-встречи перед каждым стартом проходит уже каждый год здесь мы отвечаем на ваши вопросы говорим в целом вообще о текущей обстановке может быть расскажем какие-то новости в целом это этот эфир посвящен crazy all 50 2021 даже не верится что мы так застряли в тарусе у нас планы по поводу совы были большие в прошлом году пришлось старт перенести и перенести к сожалению ну и я очень рад что crazy all выстояла выдержала и именно в этом году мы готовы прости старт к сожалению прошло два года и достаточно большие изменения коснулись и рельефа и дистанции в целом поэтому конечно же я все подробно расскажу ответим на ваши вопросы ну а основная информация повторюсь будет у нас выложена в информационном письме пока еще собираются зрители а также хотел бы сказать что по поводу не поступают вопросы о товаре mountain race мы продолжаем работать по организационным моментам данный старт один из самых сложных он находится данная точка старта и место стартового городка находится очень далеко трудная логистика и очень много моментов разнообразных поэтому я повторюсь что все в работе до открытия продаж билетов на поезд мы обещаем что предоставим всю информацию и по проживанию где можно находиться проживать каким образом это будет выглядеть и так далее поэтому все кто зарегистрировался не переживайте а не забываем что промокоды кто сделал прошел предварительную регистрацию действительно у нас до 1 августа далее уже полностью регистрация будет закрыта мы уже не сможем принимать даже предварительной регистрации вот наша поездка была очень насыщенная за несколько дней а точнее часов было мы пропутешествовали мы пропутешествовали 2600 километров машине в поездах пробежали дистанцию провели очень важные встречи с местными активистами и с местными жителями с министерства разнообразные заезжали потому что в каждой республике области своим правилам свои законы вот поэтому все прошло успешно мы хорошо пообщались со всеми дружим и работаем это касаемо товара что касается грунта все в порядке мы тоже проводим подготовку у нас более 5000 зарегистрированных жизнь бьет ключом нас рады видеть в суздале старт обещает быть очень интересным будет трансляция ну и конечно новости по грунту будут уже непосредственно за пару недель до старта и мы предоставим вам тоже более подробную информацию о состоянии трассы как все будет выглядеть и смотреть и так далее единственный момент списки продолжают у нас циркулировать меняться потому что кто-то передает стартовый номер вот его принимает поэтому пока вообще их не вывесили у нас финальная дата приема заявок на перерегистрацию еще работает за месяц до старта груд мы закроем перерегистрацию уже вывесим списки где вы можете ознакомиться с участниками на данный момент у нас все есть немножко номеров на спринт 5 километров не забываем что волонтеры получают стартовый номер могут поучаствовать в этой дистанции бесплатно но остальные дистанции у нас конечно полностью забиты заняты вот мы продолжаем прием заявок на экспо crazy all у нас это более скромный старт нежели чем грудь но все равно это один из самых массовых ночных стартов в россии трейл стартов имеется ввиду ну вот и также мы принимаем заявки на экспо грудь там у нас уже заполняемость 70 процентов будет очень интересно посмотреть вам приехать новинки и развлекательная программа очень насыщенная но это будет уже более подробно озвучено наверное через месяц вот потихонечку переходим к вопросам по crazy all я уже вижу тут приветствие приветствие от наших друзей всем привет ребята если будут вопросы по crazy all как обычно в конце трансляции я отвечу вот если что-то после будет приходить тоже ответим вот но планируем время трансляции минут 30 не больше так как все основная информация опять-таки будет выложена в информационном письме более подробно вот ну что ж потихонечку переходим к информации по нашей гонке дорогие друзья значит у нас всего четыре дистанции 50 километров 21 километр вл на 2к и детский старт вот больше ничего не меняется но дистанции не дополняется если вдруг кто-то желает пробежать все таки вот эти два разминочных километра это очень прикольная дистанция я не хотел отдавать терять эту эту уникальную что скажем по рельефу трассу которая такая разминочная неплохая перед основным стартом и она бы тогда пропала у нас я объясню почему поэтому я решил вот сделать вместе с командой этот старт потому что такой рельеф очень интересно пробежать очень интересно он холмистый волнистый лес уникальный по красоте вот и я бы его конечно тоже побежал ну вот значит дорогие друзья у нас небольшое изменение произошло из-за того что у нас выросло количество участников в этом году вот сейчас у нас зарегистрировано 1600 участников на дистанцию 250 21 более 400 детей на один километр и порядка 200 участников на 2к соответственно отель и его площадь она не может потянуть такой такой большой старт и мы приняли решение недалеко от отеля рядом практически через речку это 300 метров будет сделан стартовый городок соответственно мы выдаем номера и все экспо будет проходить на территории отеля детские старты два круга километр будет проходить на территории отеля 2к будет проходить на территории отеля основной старт будет проходить на 50 и 21 километр будет проходить нас рядом поляне через речку где будет мостик для всех сооружен зрителей и участников не спокойно спускается вниз по по лестнице очень красивый спуск переходит на ту сторону речки и там будет находиться сцена стартовый створ и и необходимые все скажем там facilities это гардероб это раздевалка вот и и наши там склады и так далее значит сама программа мероприятия у нас простая вы получаете стартовые номера на экспо волна холл до этого мы также будем выдавать 8 июня в москве в экипионе метро динамо у наших партнеров тому 20 стартовые номера с 12 до 20 00 вот ну а основная программа значит у нас будет уже в перспективе на на этой поляне там будто катание на воздушных шарах от отеля волна там будет находиться сцена где будет концерт стиле acdc также у нас небольшой шоу будет перед стартом музыка развлечения очень много света вот и и в таком ключе мы вас отправим на дистанцию что еще можно сказать на экспо у нас будет много чего интересного тоже приезжайте пожалуйста можете там на месте ознакомиться с нашими партнерами вот старты будут присутствовать как и на crazy а так и на груди но вам будет интересно узнать что нового появилось а вот что касается дистанции ребят по дистанции мы новые треки объясню почему будут выложены в информационном письме завтра из-за того что зима была достаточно снежная и нам пришлось немножечко переделать треки процентов на пять они будут свежие мы их закачаем также вытро чтобы уже было во время оперативно сделано и сертификация но они немножечко изменяются поэтому то что сейчас у нас вытро закачано пожалуйста не скачивайте то что будет новое на сайте сделано вытро обновим на сайте и в информационном письме в информационном письме соответственно это будут основные треки также будут выложены карты мы проведем брифинг на 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 стартовой поляне там же будет паста пати на стартовой поляне вот поэтому поэтому друзья схема вот такая естественно все это расписание опять-таки будет подробно в информационном письме ссылки на информационные письма будут выложены во всех соцсетях не потеряетесь самое главное дорогие друзья что в момент проведения мероприятия у нас два телефона один телефон основной у нас изложен на нашем сайте это общие вопросы что касается дистанции и что касается вопросов по экспо номера и так далее нужно будет звонить уже по диспетчерскому номер на вашем стартовом номере также будет изображен номер по которому может связаться если вдруг что-то произошло на дистанции и так далее но в целом надеемся наш номер вам не понадобится просьба ознакомиться с обязательным снаряжением проверка снижение будет проходить перед стартом вы не ставите отмечку с отмечкой вы заходите стартовый створ вот поэтому обязательно не забывайте самое самое главное спас одеяло фонари свисток вот и питание необходимое что касается дистанции еще раз повторюсь было очень большое половодие поэтому дистанцию пришлось кое-где изменить чтобы вы там особо не бежали по по реке ака где сейчас глубина полтора два метра текущая ситуация по дистанции у дистанции 20 километров 4 брода сама дистанция 20 километров беговая вода стала сходить в местах пересечения рек там будут конечно же натянуты тросы и будут стоять сотрудники мчс и наши маршалы вот но но в основном ваша дистанция полностью беговая полностью беговая с очень красивыми местами в том числе конечно же и красивые места будут и 50 километров но дистанция 50 км конечно же будет намного сложнее ее главное отличие сложный участок который мы назвали белый шум это примерно 7 8 километров но вот там бежать достаточно будет сложно тяжело но вы тоже получите удовольствие и от этого я когда бег бежал пробегал эту дистанцию конечно каждый участок вызывал восхищенные возгласы потому что мы бежали по дну реки и несколько бродов и святые святой источник и очень красивые писательские дома сама тару со было очень красиво когда мы пробегали церкви древние холмы очень холмистая такая трасса вот всякие препятствия древняя дорога 19 века каменная леса и конечно вот это место белый шум очень понравилось высокая трава есть достаточно много бродов где-то примерно на на сегодняшний момент это по бедро вот и долина грез со марин цветаев по которой она и не только она но и другие поэты и писатели любили прогуливать и и и смотреть на красоты таруса и окрестностей вот дорогие друзья также также у нас есть очень важный момент это педагогическая обстановка все у нас будет проходить только при наличии масок и перчаток поэтому пожалуйста из измерения температуры поэтому пожалуйста отнесите с уважением друг другу проход старт стартовый створ маска перчатках мы делаем старт волнами бежим так же как и на грудь и мы делали в прошлом году на вот старт у нас общий в 12 часов ночи под канда под балкам to the jungle guns and roses поэтому пожалуйста отнесись с пониманием перчатки маски это очень важно на экспо в том числе вот это просто необходимо что касается парковки дорогие друзья перед стартом у нас будет сделана парковка недалеко от стартового городка стартовой поляны также мы бы рекомендовали ваши машины ставить подальше от стартовой поляны для того чтобы не было заторов не было пробок рекомендовали бы оставить либо у отеля либо где-нибудь на парковке в городе потому что в они тоже недалеко находится от мероприятия от от самого старта и вообще города поэтому я бы советовал имея машину если машина приезжайте то конечно то конечно я бы рекомендовал парковаться подальше чтобы потом вам было удобно выехать вот если у нас там будут парковщики это это обязательно поэтому относитесь тоже старайтесь что вам было комфортно с парковкой а значит по стартовому городку и по размещению дорогие друзья в татарусе очень много отелей разных не только вэлна есть еще реверсайба вэлна еще другие отели вы можете размещаться вниз если еще есть места потихонечку открываться спорт отель вот так же у нас есть такая информация значит мы и отеля вэлна они не делают размещение в палатках если вы желаете самостоятельно разместиться это исключительно самостоятельно размещение в палатках недалеко от стартового городка либо где вам удобно поленого музей напротив на другой стороне либо где-то поближе то размещение всем на ваше усмотрение на вашу ответственность личные вещи тоже мы за них ответственно несём кемпинг отель не устраивает это ночной старт считая полтора дневный поэтому здесь такая услуга не предоставляется если вы сами хотели бы разместиться то пожалуйста на ваше собственное усмотрение вот но от старта примерно 100 150 метров чтобы совсем близко если вы ставить палатку не мешать зрителям и вы городке стартовой поляны первый раз за историю crazy all старт проходит практически в центре в городе поэтому у нас зрителей количество может быть еще больше помимо этого это 12 июня день россии поэтому мы вас просим в момент когда вы находитесь в городе когда вы приходите стартовый городок когда вы стартуете на дистанции быть осторожными потому что это все-таки праздник не все как мы спортсмены кто-то будет отмечать быть максимально корректными вот и стараться быть максимально позитивными какими вы и есть но и мы с вами вот значит как я еще сказал по программа также будет выложена у нас в письме вот как добраться у нас также есть формация на сайте вы можете доехать до серпы до серпах на электричке дальше автобусы идут есть прямые автобусы до тарусы есть прямые автобусы до серпаха там пересадка на своих машинах то есть огромная возможность и и и вари выбор как добраться до таруса город очень красивый с большой историей очень много писателей еще старюсь там было как раз именно писателей и у это значит если вы желаете если вы желаете поддержать малоимущие семьи вы можете привести какие-то вещи если вам эти вещи не нужны сдать нам на точке на информационной точке и мы эти вещи обязательно нуждающимся передадим нас также мы будем также поддерживать фонды детские мы расскажем о нем позже там будет интересная очень будет очень интересная такая активность мы совместная поэтому я предлагаю тоже поучаствовать когда у вас будет возможность присоединиться к нам значит письмо дорогие друзья придет завтра вы сможете ознакомиться с информацией в этом письме завтра если будут вопросы пожалуйста пишите нам на сайт но также вам все подробно расскажем вот дальше значит касаемо mandatory equipment то что необходимо а также вам рассказал мы работаем только исключительно по правилам по положению поэтому если будут какие-то моменты если вы видите что кто-то срезать дистанцию если кто-то мусорит пожалуйста сообщите нам разметка питания обязательно ваши стартовые номера пожалуйста пишите на на вашем спортивном питании вот это необходимо мы будем это проверять пожалуйста мусор не бросать на дистанции мы максимально что могли собирали но если что-то еще будет пожалуйста нам подсказывайте мы вышлем там сбор мусора дополнительно у нас будет и закрывающийся будут следом за вами идти эвакуация у нас будет организована вовремя и на автомобилях не забываем что на каждой дистанции по двум по одному из пунктов питания поэтому для особенно 50 километров запасать с едой соответствии с нашим положением волонтеры вас очень любят очень любят у нас большая команда волонтеров пожалуйста любите их тоже вот и будьте дружными помогайте друг другу на дистанции вручайте предлагайте помощь если видите кто-то в беде не забывайте пожалуйста медицинские справки на заявленные дистанции сроком не больше полугода вот так же у нас будут речки рядом душа вы можете искупаться после финиша душа у нас обещали сделать отель мы об этом тоже постараемся организовать рядом у нас будут туалетные кабинки на стартом городке ну вот на данный момент клещи есть но камерок времени проведения мероприятия мы думаем что уже клещей не будет но обработку конечно лучше лучше пройти либо если вы привились тоже очень хорошо вот значит еще раз повторюсь что детский старт у нас два круга это будет проходить волна на территории отеля волны к 2 значит очень важно если у детки у детей сейчас новый закон у нас вышел и мы очень просим приносить справки на детские старты в том числе об этом будет написано в информационном письме что участники входят в первую группу здоровья новый режим к сожалению новые правила которые с нас спрашивают и будут нас проверять я вас очень прошу об этом тоже позаботиться время еще есть лимиты на участие у нас увеличиваться не будут на время прохождения дистанции 4 часа на 20 километров и 8 часов на 50 километров вот если вдруг у вас возникли проблемы на дистанции звоните пожалуйста по диспетчерском телефон на вашем номере на финише вас ожидает вкусная еда традиционно как мы всегда это делаем медали лон сливы те кто дистанции 50 км пробегут топ-100 они получат дополнительные пряжки крозел впервые мы это делаем пожалуйста не забывайте их получить ну и хотел предупредить что за три километра за третье участие пока на сове мы не планируем никаких наград делать может быть это будет на 4 сове у нас победители 11 кто угадал где она будет проходить совсем скоро мы об этом расскажем где она будет проходить вот замыкающий конечно нас будут если у вас какие-то проблемы возникают на трассе тоже вас могут помочь эвакуировать вы можете загрузить треки в телефон view рейнджер либо в часы это принимается экстрен телефон обязательно должен быть записан в телефон вот обязательно если вы сходите с трассы вы и об этом не сообщили маршалом или судьям пожалуйста сообщайте об этом нам по телефону чтобы не было как несколько лет назад на грудь и мы девушку искали она уже была дома она не сообщила она сошла на двенадцатом километре а мы даже не знали а вот значит гардероба вы сдаете по гардеробу что там у нас кто захочет воспользоваться конечно же это у нас пакет вам будет выдан наклейка на пакет положили свой свои вещи туда издали в гардероб на финиш вы получите заброски на 50 километров у нас нет так значит дорогие друзья сейчас мы перейдем к ответам на ваши вопросы вот значит целом все трассы очень интересные не самому всегда печально что и с одной стороны круто что сова она неповторима но вот таруса тоже очень красивая необычная трасса неповторимая вот и я всей души желаю вам хорошего старта легких ног я надеюсь что наша архитектура наша наша организация вам понравится и в этом году в том числе вот сейчас мы перейдем к вашим вопросам надеюсь достаточно михаил можно ли перегистрировать слот на другого человека ну я называю это стартовый номер понимаете чем дело номера уже напечатаны есть определенные правила к сожалению данная перерегистрация уже сейчас происходит не не из-за нас ситуации всякие бывают форс-мажорный но у нас уже мы уже на финише и у нас не 200 человек бежит оба достаточно большое количество и если мы где-то что-то можем сделать то когда много атлетов да достаточно уже прагматично для нас поэтому я прошу отнестись с пониманием был достаточно много времени выделено перегистрацию сейчас мы уже на финишной прямой и для этого специально создаются правила которым мы и работаем вот так в девятнадцатом году 50 километров были ровными и быстрыми бежали просел очень хорошей дороги даже по асфальту здесь каждая саванна разная скажем так вот 20 километров будут достаточно похожими по своей своей легкости с девятнадцатым годом но вот на 50 километров будет один участок он 67 километров где будет достаточно сложно бежать и в этом в принципе тоже будет своя прелесть каждая саванна повторимая везде дистанции разные вот первая сова у нас была такая вторая она более бегабельная была третья вот она вот такая четвертая будет очень и очень холмистая большой набор высоты вот модули справки и сильные старого образца мы будем принимать сейчас справки которые действительно полгода но для детей обязательно что было написано первая группа это очень важно детские справки мы к сожалению в закон мы должны принимать мы должны принимать по закону справки на образца для детей особенно прошла обследование полного справка вылиться образца по образу отказались но я еще повторял вот только что я озвучил если уже выдали то мы примем справку самое главное детские справки что были обязательны на 50 километров вы знаете у нас номеров сейчас уже нет мы также на 50 километров были носки компресс-порт они делали швейцарии по спецзаказу у каждого понимаете свой размер и мы еще успевали более-менее с лонгсливами по размерам угадать и с носками но сейчас уже у нас к сожалению не может быть перерегистрации и продаж онлайн у нас тоже нет регистрация закрыта были четкие лимиты можно таком случае бежать по чужим именем по чужим именем это дисквалификация не спортивное поведение на олимпиаде все атлеты выступают по своими именами либо нужно было зарегистрироваться заранее об этом подумать если не успели вы можете приехать на грудь либо на следующий год либо вы можете да к сожалению уже уже возможности к сожалению нет стартовый пакет на чужое имя вы получить не сможете только если атлет сам бежит но сам приехать не может в принципе такая возможность есть по доверенности на вот но под стартовым номером это не спортивное поведение это дисквалификация мы об этом стараемся отсекать сами под чужими именами не бегаем например могу вам привести небольшой пример он может быть не совсем соответствовать фактам но допустим молодой человек получает стартовый номер за девушку девушка не бежит он бежит под именем девушки и пробегает очень хорошо соответственно он возможно попадает в призовые категорию по возрастной где у нас призы и у нас кубки так далее естественно он не идет получать он не знает об этом уезжать домой и своим результатом он двигает всех девушек вниз и девушки которые действительно заслужили эти кубки они просто остаются не у дел а мы об этом например можем не не узнать и не проконтролировать вот поэтому давайте предельно честно участвовать в стартах очень важно давайте выражать правила соревнований я считаю что спорт без допинга и честный это наша кредо и кредо любого спортсмена который уважает просто правила мероприятий вот так да у нас также будут и групповые награждения возрастные поэтому на такие красивые матрешки наши традиционные кто-то уже их собирает вот это принципиально за ними приезжает вот каждый год на каждое соревнование наши матрешки они все разные красивые у нас также будет очень интересный кубок за четыре участие в четырех наших мероприятиях разных поэтому пожалуйста приезжайте вот авара как раз дает такой шанс получить кубок на четыре за четыре старта а я точно попаду призовые я медленно бегу я вас прекрасно понимаю я вас прекрасно понимаю но к сожалению у нас есть правила которые мы не можем делать исключение если сделать исключение одному а другим тоже будет обидно на вот так дорогие друзья задавайте вопросы у нас в принципе время вот 30 минут в целом я вам рассказал про дистанцию где у нас будет проходить выдача где у нас будет проходить старт каким образом то будет организовано про безопасность я вам тоже рассказал про уважение друг другу и к местным жителям тоже будьте тоже осторожны так как этот день россии праздник ночь не забываем что у нас будет классный салют классный концерт и мы вас очень ждем и нам не терпится провести эту невероятную сумасшедшую по своему драйву адреналину сову пение птиц ночное цветы дикие места животные следы животных ароматы невероятные место очень очень красивая я очень рад что у нас сова я еще раз повторю очень надеюсь что она пройдет сейчас у нас проблем никаких нет мы работаем мы вас ждем пожалуйста ждем вас эти пионе вот мы ждем и кипионе потом тарусе ну и ждите анонса новой сове я на пройдет место тоже уникальное вот и ждем вас на нашем крутом мега глобальном грудь и если у вас еще есть вопросы пожалуйста звоните на наш основной телефон напишите нам на почту бонусы 4 старта будут на лисе нет они будут уже вода а кстати они будут выдаваться на в товаре и вот после товара подумаем хороший вопрос никита спасибо большое да ну действительно старт крутой я сам пробегал дистанцию в девятнадцатом и двадцатом году двадцатом было тяжелее вот посмотрим что будет в этот раз я бегу сову через примерно недели полторы проверю и также конечно же выйду с финальным репортом для вас вот ночи тарусе они везде дорогие друзья у нас расцвет примерно будет рассвет в 2 32 как раз вы за почувствуете всю прелесть дистанции так как это было рассчитано вот у меня были ощущения даже иногда что вот я в швейцарии то есть в предгоре там места очень интересные необычно недаром их выбирали вот творческие люди очень одухотворенные такие места кислород там прям но в кавычках штырит ну вот мне нам очень понравилось покушать поесть поесть дадут вера я же об этом как раз говорил недавно вот и и обязательно будет и перед и после как всегда так друзья значит пожалуйста пишите звоните мы всегда рады вам мы вас любим наконец-то сова наконец-то сова прямо совсем уже скоро самому не терпится вас увидеть с нашими объятиями с наши с нашими с нашими призами для вас и с нашими эмоциями это будет настоящий рок-н-ролл и вы там оторветесь по полной программе будет круто ну что ж друзья спасибо большое еще раз рад был всех видеть и до скорой встречи совсем скоро в тарусе проникирую сразу с вами навсегда спасибо